какие эмоции вызывают болезни установить истинную причину болезни удается далеко не всегда человек может годами жаловаться например на боли в животе однако никаких отклонений в анализах у него может не обнаруживаться все показатели в норме вы совершенно здоровы говорят ему медики разводя руками и тут уже впору вспомнить о тайнах психосоматики теории связывающей болезни тела с нашим эмоциональным состоянием что такое психосоматика в переводе с греческого психо душа и soma somatos тело в 1818 году немецкий психиатр иоганн хайнрод заговорил о том что любая негативная эмоция застрявшая в человеческой памяти или часто повторяющийся в жизни пациент отравляет не только душу но и подрывает его физическое здоровье тех же принципов придерживались и авторы аюрведы а также врачи восточной медицины после хайнрод а идею психосоматики поддержали два известных психиатра зигмунд фрейд и франц александер считавших что невысказанные подавленные загнанные вглубь эмоции рано или поздно найдут выход в теле порождая неизлечимые болезни болезни и эмоции вслед за фрейдом и александером изучением психосоматической теории занялись и современные специалисты оказалось что люди страдающие одинаковыми заболеваниями имеют сходные черты характера темперамент психоэмоциональной реакции на те или иные события так многочисленные наблюдения за онкобольными показали что зачастую такой диагноз ставят тем кто не умеет выражать эмоции подавляет себе гнев испытывает приступы отчаяния которые чередуются с чувством ощущения внутренней пустоты и одиночества совсем иной портрет получается если обобщить людей страдающих от боли в спине как правило эта проблема преследует тех кто испытывает комплекс жертвы взваливает на себя все домашние проблемы пытаясь угодить окружающим чрезмерная забота о близких вынуждает таких людей пренебрегать собственными интересами вызывая у них внутри конфликт и глухое недовольство своей ролью и положением в обществе пациенты с проблемами в работе желудочно-кишечного тракта обычным слишком требовательны к себе и к окружающим они не могут примириться с несовершенством окружающего мира и не в состоянии полюбить себя им трудно переварить очередную неудачу смириться с новым разочарованием в результате все эти эмоции выливаются на физическом уровне в язву желудка или двенадцатиперстной кишки базовые эмоции в основе психосоматической теории лежат пять базовых эмоций гнев страх печаль интерес радость первые три действует на организм негативно запуская механизм сжатия вспомните как сжимается сердце когда мы испытываем страх обрывается когда мы в гневе сворачивается в калачек тело когда мы в печали а вот эмоции радости и интереса расширяет тело становится легким невесомым окрыленный человек парит над обстоятельствами растет развивается творит но важно даже не то а то что избежать негативных эмоций мы не в состоянии как не стараться подавить свой гнев заглушить страх печаль или тревогу они все равно прорываются наружу и это прекрасно весь гнев это по сути мощная эмоция вынуждающая человека на что-то решиться высказать все что наболел сжечь мосты и принять какое-то важное решение страх запускает сценарий самосохранения печаль позволяет выплакать свое горе перестрадать дает возможность проанализировать ситуацию разобрать ее по косточкам и по-новому взглянуть на мир приверженцы психосоматической теории предупреждают опасно не столько негативные эмоции сколько их невысказанность заглушенный подавленный гнев переходит в обиду она разрушает наше тело подобно раковые опухоли да ведь не только гнев любая эмоция застрявшая в нашей душе и не нашедшая выхода провоцирует внутренний конфликт а он порождает болезнь ученые подсчитали что в 30 40 процентах случаев причина возникновения физических болезней являются не вирусы и бактерии как принято думать а стресс и душевные травмы и внутренние конфликты темперамент и болезнь в отличие от фрейда который считал что в основе конкретных болезней лежат конкретные эмоции франц александер был убежден что один и тот же эмоциональный стресс у людей с различным темпераментом вызывает разные реакции например если речь идет о вспыльчивой легко возбудимой личности то подавленная вспышка гнева спровоцирует у нее повышение артериального давления а человек застенчивый впечатлительный с комплексом неполноценности отреагирует на ту же ситуацию язвенным колитом хотя в обоих случаях лечить заболевание стоит не только с помощью медикаментов но и при помощи психотерапии на приеме у врача психотерапевта можно подкорректировать свою жизненную установку научиться выражать эмоции избавиться от ненавистной социальной роли стать более открытым готовым любить себя и окружающих особенно хорошо с эмоциональными зажимами справляется спорт любое движение будь то пешей прогулки бег трусцой работа на тренажерах или бокс позволяет выпустить пар перевести свои невысказанные эмоции на физический уровень и избавиться от них навсегда и и Субтитры создавал DimaTorzok